На предстоящих выборах 2025 года Арва будет поддерживать новое поколение опытных политиков, во главе которых будет стоять человек с волевыми качествами, готовым к реальным переменам в стране, сохраняя и защищая интересы народа и государства, который ни при каких обстоятельствах не сдаст интересы собственного народа и суверенной Абхазии. Также он должен быть готовым к реформам государственного управления. Мы поддержим и в 2025 году Гура Ардзенба. Отличительной чертой на следующих выборах будет борьба со старым, уже неэффективным, изжитым фактором, с новой идеей и взглядом более эффективного поколения политиков. В 2025 году будет избран новый президент, который обязан начать сразу же после инаугурации реформы государственного управления. Своими действиями он должен убедить народ Абхазии, что именно народ и защитники отечества являются полноправными хозяевами своей страны, а не кучка олигархов или же чиновники. Новый президент должен доказать, что президент и все чиновники любого уровня, включая депутатов любого уровня, являются слугами народа, а не наоборот. Я уверен в том, что старые известные каждому гражданину Абхазии методы манипуляции, различные схемы и варианты лжи ради победы на выборах не будут иметь успех. В этом я не сомневаюсь. Народ Абхазии пожизненно обманут не может. Мы этого не допустим и не позволим старым политикам продолжать относиться к народу Абхазии таким образом. Привычные технологии предвыборных обещаний на следующих играх не будут иметь успехов. Я хочу напомнить, когда нынешняя власть, будучи в оппозиции, а также в предвыборных ложинках, много чего наговорили нашему народу. В том числе о реформах, о сокращении госаппарата, ну и так далее. Что же мы видим на сегодняшний день? Где пошаговые реформы государственного управления, которые эффективно скажутся на сохранение и развитие нашего этноса, развитие и укрепление государства? Неужели переименование Министерства образования, Министерства посвящения, это и есть реформы и прорыв в светлое будущее? Существуют различные варианты реформирования государственной системы управления. Самый подходящий, на мой взгляд, это парламентно-президентская система управления. У нас уже был такой опыт в самые тяжелые годы перед войной, во время войны и после военные тяжелые блокадные годы. Когда под руководством председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзенба принимались взвешенные судьбоносные решения при поддержке большинства депутатов. Говорить о предвыборной программе нет смысла, если не будут проведены коренные преобразования. Я считаю, что без реформ государственного устройства страны мы развиваться не можем. Это отчетливо показывает опыт прошедших лет. Когда мы, делая одно и то же, хотим получить совершенно другой результат. Это как минимум глупо. Поэтому все, кто думает и переживает за будущее страны в качестве суверенного и крепкого государства, должны понимать, что пока мы не проведем реформы государственной системы управления, мы не будем успешны. И ни одна программа развития страны невозможно реализовать в полной мере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...